Христос воскрес из мертвых, Смертью смерть поправ, Исущим во гроба живон даровав, Христос воскрес из мертвых, Смертью смерть поправ, Исущим во гроба живон даровав, Христос воскрес из мертвых, Смертью смерть поправ, Исущим во гроба живон даровав, Господи, молим Тебя, благослови наши занятия, не допусти нам уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Прибудь с нами в этот воскресный день. Благодарим Тебя, Господи, за Твои крестные страдания и воскресения. Слава Тебе! Честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Сегодня, 5 мая, мы проходим пособие по изучению Евангелия от Марка. Каждый вечер Христос уходил из Иерусалима, переполненного боговольцами, пришедшими для праздника Пасхи, и проводил ночь за городом на Илеонской горе в Гепсиманском саду. Евангелие от Иоанна, 18 глава, 1-2 стихи. «Сказав сие, Иисус вышел с учениками своими за поток кедром, где был сад, в который вошел сам и ученики его. Знал же это место Иуда, предатель его, потому что Иисус часто собирался там с учениками своими. Или в Вифане, в доме Лазаря, во вторник утром, когда он вернулся в храм, к нему подошли первосвященники, книжники и старейшины со сдержанной злобою, потребовали от него отчета за его поступок накануне». 28 стих, давайте вспомним. «Мы говорили ему, какой властью ты это делаешь, и кто тебе дал власть делать это?» «Не будучи в состоянии порицать самого действия, они пытаются придраться к формальной стороне дела, к отсутствию у Христа форменного разрешения, выставляя против него, таким образом, свой авторитет. Христос одним вопросом, на который они не посмели ответить, разбивает ореол престижа, которым они себя прикрывали, и увлечает их в недобросовестности, после чего они поспешно отступают». У кого какие мысли после прочитанного, пожалуйста, делитесь. У меня почему-то возникла мысль, вот если экстраполировать на сегодняшний день. Вот закон Яровой, запрещающий всякую проповедь на улицах. И вот мы сделали документы, и полицейские подходили, когда мы раздавали Евангелие. Ну и примерно такой же вопрос. В какой власти вы это делаете, значит, кто разрешил, то есть показать свой авторитет, как будто вот государство печется о нас, чтобы никакая сложная идея не проникла в умы, так скажем, граждан России. Ну так-то, с одной стороны, дело-то хорошее, а с другой стороны, почему вот православным сегодня везде дорога, а вот тех же свидетелей Иеговы запретили. У нас же светское государство, все мы как бы имеем право, согласно Конституции, выражать свою точку зрения, проповедовать ту религию, которую вот хотим. Я не то чтобы, как вот, епископ Евтихий Игнатий Тихонович, он подлил эговистам Елея, нет, но, однако, здесь Христос, задавая встречный вопрос, разбивает этот ореол престижа, а как нам поступать? Мы сделали документы, проходили курсы, что общественная организация, она дает нам власть, такую миссионерскую деятельность проповедическую, пришлось эти документы сделать, но, честно сказать, ни разу, я сколько благовестовал, мне не приходилось ими пользоваться, да и советую доставать эти документы в крайнем случае, чтобы у религиозной организации не было потом никаких неприятностей. и штрафы за это, насколько я знаю. Как вот в других странах преследуют, видели, кто может поделиться элеформой в своем городе. Я сейчас говорю вот именно об ореоле престижа, тогда он показался ложным, потому что Христос Бог и никто не имеет право ему вопросы задавать. И он встречным-то вопросом разбил, как нам отвечать, если нас будут спрашивать. Но он-то торгашей из храма выгонял, мы просто евангелие выдаем, никого не выгоняем, хочешь – бери, не хочешь – не бери. Но, однако, были случаи, что там женщины выезжали, что вы тут раздаете? Сейчас в милицию вызову. О-ка. Кто может поделиться? Может быть, это не совсем правильно сравнение, но, однако, вопросы такие нам задают. Раз задают, значит, вы на правильном пути, я думаю. У нас пока в Германии, не знаю, есть ли это закон или нет, я еще не спрашивала, но у нас здесь свидетели Яковы от дома в дом уходят. Но немцы, я не думаю, чтобы они разговаривали с иностранными свидетелями Яковы, в основном это и немцы к немцам идут. Протестанты, мормоны, все идут. Католики, чтобы ходили, поведав, благословали, я не видела, и православные тоже, я не видела. В основном у нас здесь протестанты, мормоны, свидетели Яковы, баптисты, я тоже чтобы не видела, чтобы они ходили. Но, когда мы жили вот в лагере, в закрытом лагере, когда ты не живешь, ты не имеешь права выходить и в город. Ты живешь в определенных требованиях, которые требуют к тебе, да? Там баптисты были. А так, чтобы они проповедовали, я не знаю, как в России, нету, я не встречала. Да и в интернете даже их видео не видно. Ну, я вот с одним католиком разговаривал, а он хвалился то, что пришли к нему свидетели Якова, а он их прогнал. И такой радостный такой вот, что вот он их прогнал. А ко мне приходили, они прогнал, я их усадил и часа полтора с ними беседовал. Но ничего, правда, из этого не вышло. Обратить мне их не удалось, потому что это очень глубокое повреждение ума. Я ему единственное сказал, я вас дважды во лжи улечил, но вы меня не улечили ни разу. Поэтому, ну, как я могу вам верить? Так, ну, то есть на государственном уровне в Германии нет запрета на всякую религиозную деятельность? Я так понял. Нет, нету. Даже здесь мусульмане, они тоже открыто переведенный Коран на немецкий язык, всем дарят бесплатно и они тоже свои религии проповедуют. А как это? Сначала это было, сначала, когда только начали, это было в 2013-м, когда пошел поток мигрантов, вот они все против мусульман, то, что почему они начинают свои религии тут преподавать. А потом просто Ангела Америка, она такой закон приняла, что во всем мигрантов, то есть на них нельзя сказать никакое плохое слово, особенно если это немец. то есть очень стиля больше дадут ему. А так вообще нет никакого ущемления. Наоборот, здесь все открыто проповедуют только Христа. То, что они, я с ними очень много разговаривала, особенно с мормонами у нас в городе, и протестанты, и баптисты, и кто. Вот как начнешь с ними говорить о церкви? Откуда вы? Кто у вас там главный? Можно с ним побеседовать? Молчок, никто не выходит. То есть Новый Завет тебе подарят привиденные на другие языки, но чтоб с кем-то поговорить знающим. В основном кто здесь к нам в город приезжает, это из Украины, знает немецкий язык. Протестанты тоже у них есть, там и сирийцы из Ирака в основном, очень много у них сейчас протестантизм, они подалися. Ну вот так вот у мормонов тоже очень много. Мормоны здесь, особенно студенты, и главное студенты, которые американцы приезжают сюда в Германию учатся, вот они очень много проповедуют. Вот так у нас такая обстановка. Наталья, ведь это к проповеди относится, а вот ты говорила, что в садике у вас зато крестик нельзя носить, да? То есть такие вещи. Ну это уже государственное, то есть на государственном уровне, это уже не религия. То есть закон принял, да? Вот ты должен его соблюдать, хочешь не хочешь. А вот когда начнешь с ними судиться, да? Доказывать что-то, а в законе-то ничего нету. То есть у них свои требования свои в садике. Ты отдал ребенка, ты не имеешь права там с утра, когда ты отдаешь ребенка вот с 7 утра до 12, ребенок там мучится, чему они там обучают. То есть ты не можешь сказать, вот этому не учите, это не делайте моему ребенку. Хотя я с ними очень много боролась, заставляла, я одевала. Я не зашивала кресты на шею, я одевала и спорила с ними. Даже говорю, позовите мне, покажите мне закон, потому что нет такого закона. Я когда им говорю, ну у них там на боках стоят вот эти вот папки с законами. Гезекс называется по-немецки. Но они говорят, нет, вот нельзя веревочка, чтобы какая-то была на шее, ни у кого у детей, иначе они будут играться, они задушатся вот эту веревочку и повешатся. такие были просто инциденты в католической школах, поэтому они запрещают. У нас наоборот был случай, когда девочка тонула, и вот за эту веревочку вытащили тонущую девочку за крестик. Так, ну вот Вячеслав Семенов пишет, одинаково оштрафануты православных и других, так как документы вам такие не выдают. Ну да. Игорь пишет, когда политикам не угодно будет православие, они его под запрет поставят. Ну и когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам что сказать, ибо не вы будете говорить, но дух отца вашего будет говорить вас. Ну вот, а когда политикам не угодно будет православие? Сегодня мы видим, что полная симфония. Прошу прощения. Да, да, симфония. Там один бывший генерал КГБ сказал, что Россия современно стоит на ФСБ, на Русской Православной Церкви. Если я не ошибаюсь, третье на олигархическом, ну на олигархах, короче говоря, на бизнесе, на новом так называемом. Все стоит, то есть она выгодна этому режиму. Вот та православная церковь, в кавычках, которую мы обличаем за все ее неправды и беззаконие, если бы они услышали, например, хотя бы одно учение из твоих уст, Сергей, ну как, я не знаю, вот услышали бы, что ты против войны вложи меч свой в ножны и все остальное, они бы задвинули тебя, так же, как и Его. Ты не подконтролен, ты говоришь абсолютно, ну, с той точки зрения, еретическую какую-то информацию, как это, не защищать Родину огнем и мечом, там, я не знаю. Так что так. Но это и так как бы на поверхности все понятно. Это вот сегодня у нас священник на проповеди сказал, я была на причастии дочку, и он говорит о благодатном огне, говорит, берегитесь. Сейчас в интернете очень много роликов, которые опровергают православие, такое, которое оно было от начала со князя Владимира в России. То, что говорят, что благодатный огонь неблагодатный, мощи, иконы, говорит, опровергают все. Но я поняла, на кого он имеет намек сразу. А он говорит этим, ну, который слушает у нас прихожане, говорит, святые отцы, между прочим, говорили, что будут такие входить в церковь и крестики одевать, и в священническую одежду одеваться, говорит, берегитесь, потому что именно вот так вот сатана входит в церковь. Как бы такие антихристы входят в церковь. И говорит, если что-то смотрите, берегитесь, приходите к нам, спрашивайте нас, мы вам все скажем. И про 8 марта говорит, не знаю, поздравляйте, и жены мироносицы. Ну все, я даже такая смотрю, даже прямо опровергают и Олега Синяева, и Андрея Кураева, тот, который разоблачает это все. Ну все, опроверг. В общем, проповедь с каплей его дегтя от своего «я» всегда должна быть. А все слушают, так его слушают и смотрят. Ну вот очень хорошее замечание Слава Семенова. Благодатный он или нет, вообще никакого отношения не имеет к христианству и спасению. И вот у меня вот такой благодатный огонь, он не жжет. И поэтому он благодатный. Что такое благодать? Это благодать от Бога, дары духовные. То есть он сошел в виде огненных языков, и они стали благовествовать. А сегодня какое отношение к этому благодатному огню? То есть он там зажигается, вот с этим огнем носится. То есть вот его нужно с одного места в другой перевести. Я тоже вот в интернете искал, как он так вот чудо этого возгорания хотел посмотреть. Тоже ничего, конечно, не нашел. И ролики, что это один раз вроде как произошло, а потом перестало это. Но решили для народа это чудо оставить, и поэтому там епископ заходит, дверь за собой закрывает. Это уже не чудо, это уже какое-то там… Но католики лично, они в этот огонь благодатный, они не верят. И они говорят, почему именно православные держат ключ, то есть католики, они не участвуют в этих событиях. А священник у нас, знаете, почему он так сказал? Потому что у нас собирается из Германии целый самолет туда, в Израиль, и им нужны клиенты. А если в Ютубе все твердят, что благодатный огонь – это неблагодатный, какой смех с уехать туда, поминать, как шахматов людей, у них не будет клиентов. Только одна дорога туда 1500 евро стоит. Ну и зачем такие деньги тратить? Для чего? Покушать там 10 дней и помолиться? Ведь Господь же говорит, что вы ищете живого среди мертвых. Он же не сказал идти искать мертвых среди живых. Он сказал, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. И то, что заповедовал я вам, то и научите других. А не совсем другое сейчас учение. И этот еще священник, он так еще говорит по Слову Божию. А есть другой у нас тоже приход. Там вообще батюшка такой огородит, что… Ну видно, что люди совсем не читают Библию, Евангелие, они понимают, стоят как бревна на литургии. То есть люди верят, что… Все люди упираются в деньги. Это колоссальный бизнес просто и все, прошу прощения. Все замешаны тут, я не знаю, и туристические компании. Тут вот так, если просмотреть, какая цепочка, и все на этом имеют деньги. Сколько туристов со всех стран приезжает туда. То есть это колоссальный такой прибыток. Вот и все. Да, Израиль только на этих православных туристах сколько кормится. То, что они в отелях их них живут. Они там покупают их сувениры, иконы, которые дорогущие. Такую цену имеют, что можно было прожить в месяц, два, три на эти деньги. Это все бизнес, все деньги. И евреи-то они хитрые. Авиалиния у них, Израиль, во все страны есть. Вот и люди ездите. Самый дешевый билет 800 евро. Да. Ну, все это правильно, когда Тихо не заметил. Языческое шатание, люди верят в то, что Господь об этом не говорил. Наоборот говорил, и антихрист будет сводить огонь с неба. И не гоняйте за этими чудесами. Ей на требует чудес. Так вот вопрос, не этот ли огонь-то он сводит? Лукавые вот эти попы, не обманывают людей. Все, может это и есть этот огонь с неба? Ну, там сказано об антихристе, а антихриста еще нет. Потому что перед антихристом будут два пророка. Но написано будет уже Христы и много антихристов уже. То есть это антихристы, но о том антихристе, который в последние времена придет, который будет обольщать все народы, именно о нем сказано, что он будет не сводить огонь с неба. А его пока нет. Потому как перед ним должен явиться два пророка, их убьют. И вот он три с половиной года будет антихристом. Тогда будет именно чудо, то явно огонь с неба будет. А здесь как-то не совсем явно. Я так думаю. Но нам надо все равно быть насторожей. И нам небезызвестны умыслы сатаны. То есть для чего он это будет делать? Да, чтобы обмануть. Да, эти люди с духом антихриста, но самого антихриста, который будет ставить печать свою на чело и на руку, это будет именно печать. Святые отцы толкуют, что это будет отвержение от Христа явное. И человек не может уже перекреститься никогда. То есть уже назад возврата не будет. Это будет такой грех. То есть когда Петр отрекался от Христа, то он плакал и Господь возвратил его. А здесь уже будет отнято покаяние. Будет это вот холона Духа Святого, который не простится ни всем веке, ни в будущем. А то, что сейчас очень много паники, что вот чипы и вот эти карты и ННН. Да, это все притеча от Христа. И Московская Патриархия об этом говорила все правильно. При всех их недостатках, что здесь они правильно проповедуют, что это еще не антихрист. Но это не значит, что нам нужно уснуть. По Писанию нужно все сбыться. Так вот, как о Христе все сбывалось, так и о Боти Христе должно все идеально сбыться. Нужно будет ни продать, ни купить без этой печати. Сегодня продают и покупают. То есть, денег наличных не будет. И некоторые считают, что пластиковая карточка – это уже печать антихриста. То есть, неправильно. Без нее невозможно ни продать, ни купить. Наличных-то есть. А вот когда наличных не будет, тогда уже надо будет задуматься, конечно. Так. Ну, немножко мы отступили. Хорошая беседа. Вот. Ну, про форменное разрешение порассуждали. Вот. И антихриста коснулись. Давайте дальше. Ну, а почему так они вот к нему вот приступили-то еще? Причина, что он начал бороться с мамоной. Почему православных не гонят? Потому что они с мамоной с этой не борются. Они торговлю из храма не убирают. Вот. Нам вот удалось в Барнаульской, Воздыжинской и в Потеряевской общинах торговлю убрать. Вот. Очень за это на Игнатия Тихоновича очень много нападок. Так же вот и на Христа. Какой властью ты это делаешь? Какое у вас образование? Часто у него вот уже спрашивают. Ну, нигде не учился. Чего? Вот. Ну, еще такие правосыкованные вопросы. И вот журналисты приезжают и вот такие вопросы задают, что думают, что тем самым облечить лошадь. Он говорит, что меня не проведешь. Вот. Ну, у Бога все. Он может зло превратить в добро всегда. И на пользу будет. И люди начнут. Видите, у него желание, у Алексея, чтобы как много больше людей узнало, а Игнатия Тихоновича, узнало, что это от Бога он, как вот, он вопрос задавил, Иоанн Креститель с небес был или от человека? Так же и вот этим вот, которые смотрят ролики, тоже можно спросить. Ну вот, как вы думаете, что вот такой труд восстановить деревню, сделать 45 лет лагерю и такую общину создать, все в полное покружение, такой порядок, это от Бога и от человека. Что характерно, в те времена люди были вот совестливые, то есть они, написано, поспешно отступают. Потом, когда тоже вот женщину, занятую в прелюбодеянии, тоже ко Христу привели, тоже такой провокационный вопрос. Моисей заповедал побить камнями, и он говорит, ну кто из вас без греха первый бросковый? И они, обличаемую совестью, тоже удалились, то есть. А сегодня люди настолько бессовестные, как говорят, что в лоб, что в пол был один бунт, всякую пакость помою лить, и совести как будто у людей нет уже совершенно. Очевидные такие вещи и не видят. Бог разум отнимает за какой-то грех нераскаянный, видимо. Евангелие от Марка, 12 глава, с 1 по 12 стихи. И начал говорить им притчами. Некоторый человек насадил виноградник, и обнес ограды, и выкопал точилы, и построил башню. И, отдав его виноградарям, отлучился. И послал в свое время к виноградарям слугу, принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схватив его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу. И тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал. И того убили, и многих других то били, то убивали. Виноградаря, имея же еще одного сына, любезного ему напоследок послал, и его к ним говоря, постыдятся сына моего. Но виноградаре сказали друг другу, это наследник, пойдем убьем его, и наследство будет наше. И схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и придаст смерти виноградаря, и отдаст виноградник другим. Неужели вы не читали всего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. И старались схватить его, но побоялись народа. Ибо поняли, что о них сказал притчу, и оставив его, отошли. В 21 главе, Евангелие от Матфея, 33 стихе, тоже говорится об этом. Выслушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградника, внес его в ограды, выкопал в нем точило, построил башню, не отдав его, винограделям отручился. И также об этом пишет его нам евангелист Лука в 20 главе. Что же такое ограда? Ограда – это закон Моисеев. Имеется ввиду 10 заповедей в этом винограднике. О слугах слушатели слышали. Откуда они слышали? Пророка Иеремию, конечно же, они читали. 7 глава, 25-26 стих. «С того дня, как отцы вошли, вышли из земли египетской, до сего дня я посылал к вам всех рабов моих пророков, посылал всякий день с раннего утра, но они не слушались меня и не преклонили ухо своего, а ожесточили выю свою, поступали хуже отцов своих». Вот хочется подчеркнуть, что посылал пророков, написано, «они слушались меня». То есть пророки говорили, так говорит Господь. То есть как Господь говорит, «слушали меня, будут слушать и вас, не слушали меня, ну и вас гнали меня, будут гнать и вас». То есть Господь себя здесь отождествляется своими рабами, пророками. Рабов моих пророков. Вот. Дальше, 25-я глава пророка Иеремии, 4-й, 7-й стих. «Господь посылал к вам всех рабов своих пророков с раннего утра, посылал. И вы не слушали и не преклоняли ухо своего, чтобы слушать. Вам говорили, «Обратитесь каждый от злого пути своего и от злых дел своих и живите на земле, которую Господь дал вам, и отцам вашим из века в век. И не ходите во след иных богов, чтобы служить им и поклоняться им. Не прогневляйте меня делами рук своих и не сделаю вам зла. Но вы не слушали меня, говорит Господь, прогневляя меня делами рук своих за зл, на зло себе». 26-я глава, 4-й, 8-й стих. «И скажи им, так говорит Господь, если вы не послушаетесь меня в том, чтобы поступать по закону моему, который я дал вам, чтобы внимать словам рабов моих пророков, которых я посылаю к вам, посылаю с раннего утра и которых вы не слушаете, то с домом сим я сделаю то же, что с селомом, и город сей придан на проклятие всем народам земли». Священники и пророки и весь народ слушали Иеремию, когда он говорил сии слова в доме Господнем. Вторая книга про Липоменон, 36-я глава, 15-16 стихи. «И посылал к ним Господь Бог отцов и их посланников своих от раннего утра, потому что он жалел свой народ и свое жилище. Но они издевались над посланными от Бога и пренебрегались словами Его и ругались над пророками Его, доколе не сошел гнев Господа народ Его, так что не было ему спасения». Теперь Господь выводит пред ними в причину новую личность единородного возлюбленного сына хозяина, посланного напоследок, как написано. «Кто же этот сын, который более всех слуг?» Послание к Евреям, 1-я глава, 1-й, 2-й стих. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». И 3-я глава, 5-й и 6-й стихи. «И Моисей верен во всем доме Его, как служитель для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. А Христос, как Сын в доме Его, дом же Его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». Слушатели не могли не призадуматься над этим. В каком смысле Христос является краеугольным камнем всего Царствия Божия? Давайте прочтем пророк Исаия, 28-я глава, 16-й стих. «Посему так говорит Господь Бог, вот я посылаю в основание на сегодня камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится». Речь пророк Исаия здесь говорит о Христе. В каком же смысле Он является краеугольным камнем? Давайте откроем 1 Петра 2,4. «Приступаю к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному». То есть Христос назван камнем. И Петр назван камнем, но здесь имеется в виду Христос. 1 Коринфянам 3,11 стих. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Ефесянам 2,20-21 стих. «Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе». Книга Деяния 4,11-12 стихи. «Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся головой у угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Вопрос. «Не лежит ли на нас великая ответственность за наше отношение к нему?» Ну, давайте поговорим о краеугольном камне. «Я не строитель, мне немножко непонятно, что это вот камень, который во главу угла, во главу угла, глава у нас вверху, но я так понимаю, что фундамент должен быть крепкий, то есть он внизу должен как-то всю конструкцию держать». Это связывающее звено. Иисус Христос связал всех нас своим именем. Вот веруя в Него, мы как бы одно общее делаемся, детьми Христовыми. Вот так же угол, связующее звено, кирпич один вот в углу стоит, камень. То есть, ну вот это моя такая мысль получается. Так, ну а давай тогда разовьем твою мысль. А что это такие за две стены, которые Христос связывает? Это язычники и иудеи. Иудеи и язычники. Да. Да, согласен с вами. Вот и апостол Павел в послании к римлянам и вот этих вот примеряет. То есть, и христиан, обращенных из-за иудеев, и христиан, обращенных из-за язычников. Вот. Те и другие верят во Христа, но христианские иудеи зазирали языческих там, заставляли их обрезываться по моисиевому обряду. Вот. Еще какие-то вещи и заставляли делать. Вот. Но вот всякий верующий у него спасется. Умеется в виду всякий, то есть вот не только иудеи, но и язычники. Вот это вот слово всякий нужно в этом ракурсе понимать. А не так, как сектанты говорят. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Неправильно. Так же сказано, не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное. Ты будешь ходить в храм, молиться, признавать Иисуса Господом. Ну, не всякий. А сектанты лгут, что всякий. Писание же так говорит. Смотря в каком смысле. Поэтому мы толкование и проходим. И молимся, чтобы не уклониться. Ни направо, ни налево, не добавить, не убавить от смысла. Нам-то православным проще. Уже все святые отцы растолковали. Нам только брать и принимать. Вот. С краеугольным камнем, ну, трудно же не согласиться. Трудно, что две стены какие. Давайте разбирать. Разобрали. Все становится понятно. Вот. Да. Слава, правильно заметить. Если понимать, как они, то Писание противоречит само себе. То есть, однобокое толкование. То есть, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Ну, с чего вы ради взяли. Дьяволос обольсти. Вот это вот самообольщение. Что вот. Я призвал имя Господне, я спасусь. То есть, посты не нужны. Церковь не нужна. Священство не нужно. Я же имя Господне призвал. Этого недостаточно. Они Сергея Святых не признают. И толкование святых также не признают. То есть, человек писали, человек и толковали. Вот у них такое понимание. А их не толкование, значит, лучше. Ну, им-то прямо напрямую Бог говорит. А мы-то кто такие букашки тут? У них на сколько дней Дух Святой был? Во время покаяния, а дальше? Вот. Это вы, они про нас говорят, через посредников молитесь. А мы напрямую, значит, у нас есть тема. А вы там… Чем больше посредников, тем больше искажений они так считают. Ну, хорошо, они говорят через посредников, а лично к Отцу Всевышнему, Богу Сидержителю. Через кого они? То есть, они напрямую к Нему обращаются? Да. Или тоже через Иисуса Христа? Значит, Иисус Христос – посредник между Богом и человеком. Между Богом и Отцом. То есть, если они не признают Святую Троицу, то так получается? Нет, они говорят, мы напрямую обращаемся ко Христу. Зачем нам ещё кто-то нужен? А к Духу Святому как они обращаются тоже? Напрямую? Без Христа? Так они так и говорят, им слово предоставляют, или даже там с места они встают и говорят, вот мне сегодня Дух Святой открыл, или Господь меня посетил, и начинают там… И буквально все так делают. Я был, я видел, слышал. Там же написано, испытывайте Духов, какого Духа этот человек. А какой ему Дух сказал? Вот отсюда и надо начинать их, разоблачать ихнюю ложь. Да. То есть, нам православным как бы это вот… у нас это не принято вот… напрямую молиться Богу. Нам нужны какие-то вот все иконки, крестики, благодатные огни, что-то вот такое вот. И сектанты справедливо порой нас упрекают в этом, потому что мы вот… Помните эту историю с медным змеем, когда умирали люди, змеи жарили, и вот эти вот были беды. И кто, кто посмотрел на этого змея, тот исцелялся. То есть, это прообраз был вот Христа распятого. Но потом-то сделали из этого змея не хуштана, а идола. Вот. Уже по-другому стали его использовать уже. Может быть, стали паломнические поездки к этому змею совершать, чтобы люди исцелялись уже. И Господь разрушил все это. То есть, ему это неугодным было. Сам же сделал Господь это, чтобы люди исцелялись, но потом разрушил. Потому что извратили смысл всего этого. Так же и здесь, что всякий спасется, не всякий… Да, везде перекос идет. У православных справа там или как… У сектантов влево. Ну, как-то. Везде перекос. Золотая середина и редко кто придерживается. Да. То есть, надо не забывать, что… И вот про вот эти вот количество просмотров, про лайки… И сегодня мне понравилось. Игнать Тихони говорил, что вот хотят. Вот вы такой вот… Почему у вас так мало про шахматов говорит? Какая-то община. Там пять бабок. Мужиков-то там… Фу! Там вообще… Три-пять там… И что толку-то? Кто они там такие? Слушать их. Вот так. Но потом комментарии там начинают уже… Многие люди начинают глаза открываться на истину. Что широк путь, ведущий в погибель. И многие идут ими. То есть, много-много людей, которые вот… Против истины. Против вот… Того, что вот мы там не признаем убийство на той же войне. Против симонии мы выступаем. А они против нас. Значит, они за это все. За это беззаконие. Каноны опять же церковные. Да кто их когда соблюдал? Да зачем вы это? И называют это бремена неудобоносимые. Каноны, бремена… Да вы что говорите? Я сегодня… Мы как раз были занятия у нас в храме. Игнать Тихонич подробно объяснял про эти бремена. Они каноны церковные называют бременами неудобоносимыми. То есть, вот… Допустим, вот… Ну, твою любимую, Виталий, тему взять. Вот это прелюбодейная ересь. То есть, вот… При живой жене не должен. Так Христос заповедовал. Ну, это же бремя неудобоносимое. Ну, плоть же немощная. Ну, давай… Кроме вот измены, давай еще вот… Одиннадцать пунктов добавим. Ну, это уж такое бремя, такое уж неудобоносимое. Такое уж неудобоносимое. Вот. Вот. А там… Тогда… Они придумывали что… Что вот… Прикоснешься к мертвецу – нечист. Сел на лавку – теперь вся лавка нечистая. Там… Начинают колобродить. А вот если ворона в клюве кость несла и уронила на всадника. А всадник вот если вот с копьем ехал – то ничего. А все без копья… Начинают… Все исполнить невозможно. Вот это имеется ввиду времена неудобоносимые. То есть, настолько вправо навернут, что аж прямо… Ну, думаешь, ну, как же это все исполнить? Невозможно. Вот. А каноны исполнить возможно. И Господь говорит, заповеди мои не тяжкие. Каноны – это вехи на пути в Царство Небесное. Если вехи вот убрать, как вот… Ну, направление тебе показали, ты можешь сбиться с пути. Просто собьешься и пойдешь в какой-нибудь там… Колобродить умом не туда. А здесь вот святые отцы и каноны церкви… Прям вот… Ну, все только принимай и исполняй на веру причем. Ну, нету веры, ну, помолись у Бога и даст это вам написано. Вот. А так вот… А когда прежде всего… Смотри, Сергей, каноны… Насколько я понимаю… Поправьте, если они… Каноны даны прежде всего для епископов и священников, чтобы они… Надзирали… Право правили… Слово истины Христовой. Да, надзирали. Чтобы они не допускали ни в коем случае людей в смертных грехах до чаши. Там же везде это. Отлучение… Не от церкви отлучение, а от чаши. Не подходи к чаше в смертном грехе, ибо ты себе углин соберешь на голову и хуже себе сделаешь, и вообще погибнешь или заболеешь тяжко. Вот. То есть это… Как бы… Как ребенку говорят, не играй с огнем, отойди, пока ты… Ну, так вот образно говоря… Пока послушно… Да, церковь оберегает оборот человека, она милосердствует нему. Не вздумай подходить к огню опаляющему, к мечу обаедоострому, в таком состоянии, в каком ты сейчас пребываешь. Понимаешь? То есть это великая любовь в канонах. Великая любовь, великая премудрость и все остальное. Не понимают этого люди. Попы их, прежде всего, не понимают. Епископы идут на поводу, как… Мы, говорит, отвечаем на вызов современности адекватно, адекватно отвечаем на вызовы современности. Ну, что миром диктует дьявол, так они под дудку пляшут. Ну, вот и все. Да. Ну, вопрос предлагается, не лежит ли на нас великая ответственность за наше отношение к Нему? Какое было отношение вот ко Христу, вот здесь читали? А убили, понимаете, пророков, Сына Божия. То есть нам нужно понимать, что делая грех, мы тем самым распинаем Христа. Убиваем, вот тут написано… Только что хотела сказать Сергея. То есть мы живем во грехах, вот даже если типичный правосланник, который ходит просто… батюшки носят свою кошелку. Называет грех, но в нем не раскаиваются. Они такие же распинатели, как эти иудеи Христа. А чтобы осознать это, надо читать просто Слово Божье. Просто так, увидел чудо через икону, у тебя не придет покаяние. Как у шахмата. А что толку, что он назвал грехи? Он их не осознал. Он просто пошел, ну, перед всеми… Признал. Назвал, да, признался, что… Порисовался. …на покаяния-то никакого нету. Осознание-то нету грехов. А осознание грехов дает покаяние. А пока у тебя его нету, оно с тупором стоит. Такой же распинатель Христа, как и эти же иудеи. Но к святые отцы учат «увы», а он говорил «увы». Во всяком случае, Игнать Тихоновичу так показалось. Виновен он аж так вот, знаешь, смолчится, что… Я лично в нем вот это покаяние не увидела. Я тоже, честно. Лицемерное… Это лицемерное… Виновен, Виновен. Конечно, он рисуется. Он, во-первых, презирается всех подписчиков. Это видно, что он сверху вниз относится. И он к этому относится как к театру какому-то… Ну так, знаешь… Ну и актер. А актер и все. Больше ничего там нету. Вот он разыгрывает. И льстит, и льстит, и мягко говорит. Да, голос у него прекрасный, тембр все это. Он научился все уже. Его называли еще там один из лучших голосов Москвы, когда он на радио выступал. Одним словом, он могет, могет. Вот в плане там… Риторские, ораторские все эти вещи. Да. Но не более того, а в душе… Я вчера… Я вчера рыл на него, он столько нарыл, но я попридержу пока. Если он начнет там с… Как его? С Сатановским. Или кто он там? Не Сатановский, а Скуратовский. Если они начнут компанию новую, начнут новую волну, тогда мы ответим им по полной программе. Виталий, а что это… Скуратовским, что ли, будет встречаться? Я так не понял. Они… Они со Скуратовским встретились единожды, но они не… Они сказали, что еще дальше будут… Будут встречи в конце. Я… Ну я… Как бы… У меня чуйка такая, что все… Они… Одну из передач они посвятят. Вот. От Игнатию Тихоновичу. Ну и со всеми вытекающими. Скуратовского мы уже знаем давно, мы его слышали. У меня скриншоты тоже есть, насколько он… Ну там… Прям совсем уже… Всех граней перешел. За гранью добра и зла уже там. Злости столько у человека, что прям, не знаю. Вот. Так что посмотрим. А еще такое… Когда… У меня мысль тоже появилась, когда он спросил, а как вот… А организуй мне встречу с Капралом, с первостоянием, с предстоятелем русской зарубежной церкви. Я тогда понял тоже, что там тоже будут вопросы такие… Заданы будут именно, что… Ну все понимают, о чем я. Так что… Не знаю я… Опасения есть такое, что они начнут компанию там… Хуление там… И так далее. Так у Скоротовского же после того, как было у них интервью с Игнатием Тихоновичем, с Сергеем, его же там что-то… Мозги повредились, а сейчас он что хочет? Чтобы вообще… Бог вообще разум отнял. У него-то… У него-то понятно, у него-то… Ну отшибли на все. Но у него еще сын к тому же, кстати говоря, у Скоротовского и сын тоже там… болен какой-то… болезнью там… серьезной. Ну вот… Аутизм… 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 У него теперь есть выбор будет… Бог и дьявол… первое, когда он съездил к Игнатию, это Божий путь. И второе, сейчас ему дьявол будет предлагать пути. И что, что он выберет? Да он первое давно отверг, он второе принял. Это видно по роликам и беседам. Да, я с ним лично беседовал. Он… На момент со мной беседы, видно было явно, что он… кается, не собирается. Во всяком случае, в блудодеянии и в табакокурении. То есть… Он не считает это грехом. У меня было такое… А блудодеяние, вот я так скажу, блудодеяние, он один из главных фишек, главных ферзей у Вильзи Иула. В Москве, по крайней мере, там. Он топовый там, топовый продюсер вот этой всей прелюбодейной, вот этой, я не знаю, как там назвать. Ну там просто, печати негде ставят, что там творится, во всех этих клубах, где он там продюсировал. И он… Я как понял, он… Это одно из… Одно из направлений. Вот этот проект… У него несколько проектов. И вот этот проект, то, что на YouTube, это одно из. И есть там такие проекты, что ну никак не совместите их с христианством. Никак. Они не… Это просто антагонисты, противоположные вещи. И он как-то умудряется все это делать. Так что… О каком покаянии? Он артист, он журналист. Со всеми вытекающими. Типа Познера. Типа Соловьева. Вот такая вот. Такой фрукт. Ну… На двух пока стулья хочет усидеть. Он… Он… Он не артистичный. Ну вот, однако, Игнат Тиховень заметил за ним, что он против Мамоны тоже где-то там даже выступил. То есть это… Против пожертвования. Одна женщина из испанки пожертвовала ему 80 долларов, чтобы он произнес имена ее, как бы… Когда поедет в Израиль. Ну… Он и сказал это в конце ролика. Говорит. Вы что, хотите меня купить? Мою молитву? За деньги? За ваши 80 долларов, которые я мучился три месяца получить из банка? Угу. Да. А если бы ему 800 долларов предложили, он бы согласился. Да не, я не думаю, что даже 800 долларов. Потому что она бы просто… 800 долларов ему так не просила бы. Она и 80 долларов, как бы, скупо зажала. Но все равно Господь ему предложил путь спасения, вот через Игнатия Тихоновича. Это по факту уже. Никуда это не взять. То есть он его услышал, он его получил, и у него есть, как бы, возможность туда пойти. До этого у него даже не было такой возможности. И сейчас ему все равно и дьявол дальше продолжает его, чтобы он остался там, через Куратовского там и прочих. Все равно ему была такая дана возможность. У него цель набрать поспитчиков. Он из-за того, что у него было интервью с Игнатием Тихоновичем, у него только прибавились люди еще больше на его канале. У него работа такая просто. Да какая разница? Какая разница, какая у него цель? Господь вообще независимо от этого действует. Он цель, ты можешь какие-то свои, имеет там. Хотя я сто процентов знаю, что никакой Карлсон цели у него в этом нет. Ну, по крайней мере, я уверен. Но Господь свое-то делает все равно. Он ему дал возможность. Теперь он не имел доступ к этому никогда, а теперь он имеет доступ к этому пути. Игнатий Тихонович приглашает и в Потеряевку на три месяца и прочее. А скажите мне, братья, вот цель набрать как можно большее количество подписчиков, это тщеславие или корысть, или и то, и другое, или для чего вот людям вот как можно больше людей, чтобы их читали? Это монетизация канала, ничего не понятно. Ютуб же платит деньги. То есть чисто коммерческая вот это, да? Хотя я не знаю, вопрос такой, я не помню, есть у него реклама? Если у него нет рекламы на его роликах, то тогда нет, тогда он через Ютуб не может монетизировать. Хотя там есть еще схемы, там разные есть моменты. Но с Вячеславом я не соглашусь насчет бескорыстия его. Это не тот человек, который бескорыстно что-то делает. Не соглашусь с Вячеславом абсолютно. Ну если не корысть, но может быть тщеславие, что вот смотрите сколько у меня миллионов людей меня смотрит. Вполне возможно. Да он это доказал в том, что он сказал, Игнатий Тихонович, посмотрите сколько у вас мало людей, одни бабульки в общине. У вас на канале сколько подписчиков. У нас именно те подписчики настоящие, которые смотрят, слушают, учатся и не лицемерят. Такие же подписчики, как у него на канале. И у него был выбор и есть, у него есть выбор. Он сам выбирает себе такую дорогу. В Московскую Патриархию туда. А Бог, а как же Бог? Наше дело молиться из-за Него в том числе. Аминь, да. Так это понятно. Чего не понятно-то? Все естественно. Вот. Тут сегодня мне Игнатий Тихонович дал добро на то, чтобы я в открытый доступ поставил ролик, где я говорю о том, за что он заблокировал меня ВКонтакте. Тут мне один брат выставил в открытый доступ мой этот ролик. Видели вы его или нет? И там был комментарий, что я немедленно убрал его из открытого доступа, иначе уголовное преследование будет за это. Статья есть разглашение семейной тайны без ведома. Но я там правда в комментарии ответил, как я могу разглашать тайну семейную, когда он меня без его ведома, когда он сам меня попросил разгласить эту тайну Богу и всем святым его угодникам Божьим. То есть, пиша такие комментарии, вы не верите, что в существовании Бога, общения, молитвы с Богом Живой, со святыми Его угодниками, которые на небесах, я же молился, я же получил ответ. О, ты ответ от Бога получил, ты сектант, все сразу меня в этот свет. Почему я не могу получить ответ от Бога? Я задаю резонный вопрос. Владели сын родился, которому ты просишь молиться или закон на браке? Естественно, мой этот вопрос не понравился. Потому что я его очень этим обидел вопросом-то. Да это вопрос риторический, Сергей. Ну какой, какой там, там печати негде ставить, ты посмотри на него, его деятельность. Так мой вопрос-то ему именно с целью подвинуть его к покаянию, а раз человек кается не собирается, он заблокировал меня. То есть, что вы пришли раньше времени мучить меня? Такой ответ я так просто не был. Сергей, он сам ответил на свой вопрос, он же исповедь выставил, да, на весь Ютуб? Да. Он же отвечает там в блудении, в блуде, и в его комментариях среди его подписчиков он тоже говорит. Какая тайна, если явная всему Ютубу? В чем тайна? Там себе противоречат. Ну, однако, вот его подписчики такие же блудники и блудницы, видимо, его защищают. И я именно этот грех назвал так вот, такими эпитетами, чтобы у него отвращение к нему возникло, а у него не может этого возникнуть. Я понимаю, я сам, как сам бы, вот, виновен, вот, виновен. Если бы у меня такие же вопросы задавали, я в открытую сейчас говорю, виновен. Но у меня-то вслед за этим слезы, три года эпитемии в оглашенных, я сам себе эпитемию выпросил за этот грех. И я открыто об этом говорю, понимаете. И неизвестно еще, батюшка дал бы мне эпитемию или нет. И это было в момент оглашения до крещения. И то я плакал и каялся, то, что я пообещал уже этого не делать. Ну, а как говорится, ну, что, в крещении же все смывается. Давай напоследок еще разок. Как-то женщина оглянулась и превратилась в соляной столб. Этот соляной столб до сих пор. Так я оглянулся. Но Господь силен был этот столб свернуть и сломать. Так. Вот такой вот столб. Ну, да. Ну, а положительный момент еще раз отмечу. То, что много комментариев, я вот так вот иногда просматриваю комментарии, много положительных комментариев те, кто увидели искренность Игнатия Тихоновича и любовь к Слову Божию и так далее. И они обратили на это внимание, видимо, там переходят на канал о свете Библии, начинают изучать, проникаться любовью к Слову Божьему и так далее, смотреть на жизнь и что-то может к себе примерять, использовать в жизни. Вот это плюс. И спаси Христос того же пресловутого Алексея Шахматова за то, что так вот все произошло. Да. Это какое-никакое, но семя. Семя, оно может произойти. А если бы ничего не было, ничего и не посеяно. Когда не сеешь, ничего не взойдет. А тут такая возможность посеять в столь многолюдной аудитории, вот Слово Божие. А там примут, не примут, это от нас не зависит. Бог, все, Бог возвращающий. Но Игнать Тихонович посеял, посеял обильно. Будем молиться, чтобы были всходы. В первую очередь о том, кто затеял этот посев. Об Алексее. Вопросы. Час прошел. Игнать Тихонович, в вашем распоряжении, пожалуйста. Дмитрий задал вопрос, а сам он не может присутствовать. Сейчас. Я озвучу. Вопрос. Два черных в скобочках. Виталий, звук пропал. На такой женщине можно жениться, венчаться? Или она уже... Вопрос. Виталий, звук пропадал, давай еще раз. Он где этот вопрос-то? Выведите его на экран хоть. А, ну давай, я сейчас его скопирую. Подожди, и ты озвучи его, потому что у меня связь ужасная. Да, да. Давай в чат кидай, и я озвучу. Вопрос. Два крещеных человека женились, расписались, крещеных, можно заменчать, но не венчались. После развелись. На такой женщине можно жениться, венчаться? Или она уже прелюбодейка? Дмитрий Лемеш. То есть два человека, то есть женились, замуж вышли, наверное, если он про женщин спрашивает. Хотя у Бога вопросы вот такие. Без епископа не разберешься. А они все подмахнут, лишь бы только свечку им купил потолще. Ну вот Наталью надо епископом ставить. Она связана мужем, доколе жив муж. Вот. Так что теперь, убить его пойти? Обычно такие еще подкалывают. Так же, когда Христа так же хотели подколоть. По всякой ли причине. Тут написано, кто женится на разведенной. Тот прелюбодей. Разведенная она или не разведенная? Если в стадии крещения... Игнать Тихонович, отвечай. Я уж взял кафедру. Вам вопрос. Уж сто раз на него отвечали. Но все равно задают. Ну вот, у Виталия Кадыникова похожая ситуация. И он говорит, она прелюбодейка. Видишь как. Определение исходит из того, что они незаконно сошлись. Тогда и венчание надо, если это узаканивать. Если двое были верующие и начали жить семейной жизнью, не венчана, а возможность была. Церковь не иначе рассматривает как блудодеяние. Оба отключены на семь лет. А она на девять, кажется, лет даже больше. Ну а теперь она, если венчана, то вопросов даже нет. До гроба. Зачем она тебе нужна-то? Обойди ее за версту. Ну тут, видимо, вопрос. Есть канонические препятствия. Имеются ли к такому браку? Каноны церковные? При живом мужа выйдет. Как называется? Прелюбодейцы. И дальше к этому добавить ничего нельзя. Тут не надо никаких канонов. Это прямо по Слову Божию. Это говорит об этом и к кремлинам, и в первом послании к Карипинам. Хорошо. Тогда еще попутный вопрос. Два некрещенных человека женились и развелись. Можно ли теперь на этом человеке, который, будучи разведен, жениться и выходить замуж? Вот если никаких канонов не брать, то если двое сошлись и жили, это уже как муж и жена. Без всяких канонов. И апостол Павел об этом говорит. Если муж неверующий. А оба были они неверующие, один обратился. Это другой уже вариант. Опять же, по строгости говорить, по канонической. Или так, как было в начале. Когда Христу рассказали эту басню про женатых и неженатых, он говорит, а в начале было не так. Вот у меня один здесь друг был, Виктор Савченко. Он как раз мое стихотворение положил. А в начале не было так. Ну-ка попробуй. Почему был Игнатий Тихонович? Почему сказали в прошедшем времени был друг? Ну, потому что здесь был, когда он это сделал. Вот. Это не это. Не это взяли. Это День Победы. К девятому. А то зарядить надо так. А в начале было не так. Не было так. В начале не было так. Нет. Не больше. А песнопение, да. Вот. Вот сначала не было. Вот внизу. С гитарой Виктор Николаевич сидит. Вот. Прослушайте. Погромче сделать. Ну, внизу тогда слова тут должны быть. Просчитай слова сам. Почему там не слышно, я не знаю. на многое, что ныне. Так. Да-да. Надо просчитать. как-то убрал. Оно уже было уже стихотворение. Ты что-то дёрнули его не стало. Ну, я хотел погромче сделать. В смысле, по... Текст. Очень мелкий. Я без очков плохо вижу. Сначала не было так. Так. Куда, что делать. Ну, там же слова были. Посмотри, слова какие. Show more нажми. В английском там написано. Вот. Ты как-то что-то сделал. Куда-то увёл. Это не то идёт. Уже не то. Совсем не то. Это комментарий не к этому ролику. Надо вернуть назад. Вот. Прямо ткнуть его. И вот теперь посмотри, какие там слова. Просчитай слова. Куда слова делись? Вот. Надо. В комментариях. Сергей Павлович, посмотрите в комментариях. А где эти комментарии-то? Куда? Ниже, ниже, ниже. Ну, тут вот другие уже стихи. А вот. Шон море. Нет, нет. Ниже, ниже. Ну, и ещё Шон лес. Ещё ниже нужен. Ниже после видео всяких вот этих. Как они эти видео вы... А, вот. Всё, вижу. На многое, что ныне видим в храме, От попроша и колгущих у оградки, До алтаря, до батюшки с дарами, Мы допустили всюду беспорядки. Христос сказал враждебным иудеям, Я не сужу, а это нам так ново. А далее слова, От них всё холодеет. Судить вас будет слышанное слово. А если так, то по нему сверяйся, Накладывая в сравнение к одному один, Дымя со злобой слышает орясы, Да замолчи ты, еретик кретин. Но если я невежда, недотёпа, Магистрскую степень не лизал, Могу услышать, как ушли далёко, Переродилась в дикую лоза. Но как не дрогнут камеловки Митры, Хотя бы раз, открыв Новый Завет, Кто исказил, придумал мудро-хитро, И затемнил сошедший с неба свет. Умнее Бога, впавшие в монахи, Кромсали из речения Христа, Поволосли слова его на плаху, А измышления свои на пьедестал. Куда ни глянь, нас режет его фраза, Сначала это всё не так. Торговлю убери, молись не для показа, Не человека слушай, а Христа. Никто не благ, но только Бог один, Так почему же, приблагая матерь, Пир собирает сыну властелин, А не заказчик вензелей на скатерть. Вот надо прослушать, Он очень хорошо исполняет. Не получилось, Каждая отдельно может сделать. Вот если по кончальному рассуждать, По всей строгости, Венщина, не венщина, уже муж, жена. Это исходит от апостола Павла. Когда оба были неверующие, А одна обратилась, Уже прямо говорит, Не оставляй мужа, если желает. А он желает жить, А венчаться не идёт. То есть они живут не венщиной, Этот брак узаконивается, как законный. А отсюда один шаг до того, Что когда они оба неверующие так и были. Он неверующий как пойдёт? Он и не идёт, Он любит всё, Но в церковь не идёт. И брак этот законный. Тут несколько тонкостей таких. Ну странно получается, У неверующих брат законный, А у крещённых блуд. Ну тоже брак, Они тоже разошлись. Тут раз то блуд, А то блуд, Значит за брак не считается. Значит можно, Как говорится, А то не было браком, то был блуд. А раз то был блуд, Значит во избежание блуда, Каждый имей свою жену, И каждый имей своего мужа. И пятый, двадцать пятый раз будут жениться, Уходить замуж. Ну вот. Тут тонко, 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 да. Вот каноны то они же тоже, Это трубы, Я как я понимаю, Духа Святого. Святые Божие люди, Каноны то эти составляли, Коли мы должны их соблюдать. И они должны быть единомысленны. Смысл один, что у слов Христа, что у канонов. Но толковать их может каждый свою угоду. Кто хочет двадцать пятый раз жениться, Он так растолкует. Кто хочет быть верным Господу, Он растолкует. Вот так, поэтому тут. Вы только сказали об одном человеке, Что вот он встретится там, Я не буду называть. Потому что однажды, когда разговаривали вместе с Сергеем Козловым то, Ну пришли к такому консенсусу, чтобы не называть и все. Ну я это так и держусь, а он то ничего это. Ну раз человек грань переступил, И он всячески опять собирается, Поносит, злословит ужасно. А было так, когда мы беседовали, Ролик такой есть где-то, А он из баптистов тот человек то. И крещение не принимал, просто помазали им все. Я говорю, да какой же ты православный то. Баптистское крещение, он действительно, Я никогда не был действительно, Они еретики, как от них взять то. И его прям мгновенно здесь же разорвало это. Ну представь себе, он думает там, Что-то там о миссионерстве, Такого сидит там за столом с одним баптистом, И гладят друг друга, лижут. И все по-хорошему. И я сказал, что это отступничество. Ты открой сначала истину. Сам-то не крещеный. Вот мне бы если промолчать, Отношения были бы хорошие. И второй, который его поддерживал. Та же самая история. Возьми да ему там место Степаненко, Когда того сняли с председателя миссионерского отдела. И он как с ума сошел совсем. Ну только-то делов. Только усиливаешь молитву и больше ничего нет. Вредить-то как может? Никак. Раньше он там мог бы нанять или власть. А сейчас никак это не отображается. Интернет закроет и ничего не было никогда. И все хвалится. Это тут на фигуры эти поставили. Телефон хвалится. Я все завладел. Интернет всем. А электричество молчало. Молчаный говорит. Я сегодня выключаю все. И погасло. Ни телефонов, ничего нет. Вот и весь ответ. Он сказал, ему разве легко это? Тем более там что-то с сыном, больной. Только усиливаешь молитву, каждый день молимся об этом. Каждый день. Вот и все. Это награда в этих людях. Враги нам лучшие друзья. Да, они будут лгать. Но раз лжет, значит, ничего и нету. Если бы была правда, значит, ее не надо бы ложь было подстегивать к нашу сторону. Этого достаточно было бы. Это как-то отец таким рассказывает. Где-то в Истелькуле, кажется, он служил. А там до этого был батюшка. Которого прихожане любили. Отец Власев. Головку поцелует. Он сейчас очень известный там прозорливец. Ну, а тут люди пишут, чтобы архиерей того вернул, а этих убрал. А тут два священника. Но они архиерею пришли, жалуются и говорят. Вина много уходит на литургию-то вот. Ну, а если вина, то куда же оно делось, архиерея? А они отвечают. Они выпивают. Ну, пивая, так пьяные бывают. Пьяных не видали. А теперь дров много жгут. На жгут, говорит, температура в избе такая. Они, говорит, в трусах выйдут и по двору ходят. Зимой. Ну, еще архиерей. Ничего не сказал. А отец таким узнал. Этим бабушкам-то и говорит. Вы неправильно сделали. То вы бы ко мне пришли сначала. Там мои недостатки спросили. Я бы сказал. А раз вы придумали, архиерея сразу догадался, что придумали. Но ничего у них и не было. Так ничего нет. Это от безделья. Тут отвечают. Даже другой раз письма приходят. Я в два часа, в три сажусь и не могу разобраться. Столько почты, ответов, благодарностей, обращенной новой души. Я бы еще чем-то занимался. Глупости разные. Ничего этого не было. У русских хорошая пословица. Наплевать да забыть. Да, они недоброе намерение делают. А Бог делает поэтому. Вот действительно, после, когда составил этот шахматов там, сам все. И как мы молимся в конце. И вот эта конечная молитва все перевесила. Против молитвы ни одного человека нет, а только все останавливаются. Вот эти там, ну две минуты, три мы молились. И оно все перетянуло. Никогда не было столько положительных отзывов. Новые люди при том. И они мне стали писать. Вот видишь, как Бог делает. Так что тут польза еще есть. А он не так. Я пригласил, сказал, что дам ему домик отдельный. Ну, условия для всех одинаковые. Табака, чтобы не было. Папиросы выбросить. Приезжай с семьей, и у меня там жить будешь четыре месяца. Питанием обоспечу. Квартира бесплатная. Остальное там, сметану, мед будешь покупать себе. У меня денег-то нету. Ну, пока не знаю, он получил или нет. Я просил тут нашего брата послать ему. Ничего серьезного-то, ну нету, нету. Вот они нападают там на батюшку Головина Владимира Ткащева. Ну, Бог как делает, что оттуда-то вот такой сильный, чтобы через патриархию, как НТ от цариона. Вот они сразу размазали и убрали его. И больше нет нигде. На меня-то так не нападают. Ну, по сегодняшний день, по крайней мере. Так за мной-то числится-то их вместе собрать и умножить на сто. И обвинений меньше, чем против меня. Это тут монашество, мощи. Но они же понимают, что во свете-то Библии это будет выглядеть так, как я говорю, а не как они. Ну, я не знаю, что там, и Дворкин, и все задействованы. Нигде никто, ну, так где-то немножко так скажет и больше нет. А тут-то компания, они тут начинают огромные статьи писать и что-то. Ну, в первую очередь, я не в патриархии, они на меня никаких прещений наложить не могут. Понизить должность они меня не могут. То есть, что с ними могут сделать, а со мной они не могут. И поэтому нам надо вот так сидеть спокойно и не мылиться никуда, трудиться. А они-то, конечно, там сколько их клеветников-то, кучей собираются. Я назвал их там не таким словом мирским, так они разобиделись. Но видно, что его задело очень сильно. Он обо мне упоминает еще в одном ролике, где-то там. И опять, как бы сказать, неудачно. Он разговаривал, там один психолог есть, психолог православным. Ну и коснулся, если не верующий. Еще вот так понесло. Во-первых, вопрос это мне не задавал. Он поэта не знает. А тот, который психолог, то он высказал прямо по посланию апостола Павла-то. Но раз по посланию Павла, по Библию, во свете Библии, тут сто процентов на моей стороне он говорит, о, не то что у Лапкина. Вот это мне по сердцу. Я сижу дома один и засмеялся. Прости, Алешенька, Господи, он запутался. Тот ответил, раз по Писанию, тут меня можешь не спрашивать. Это мое мнение, которое высказали. Но главное, что вопрос это он не задавал такого. Он не знает, где теперь как. Ну, ему рану нанесли его. Ну, щаславие, конечно. И вот это лживому христианству. У Бога все вымерено, перенесет. Игнать Тихонович, два раза я ему приглашение давал. Он спасибо, он просто спасибо кратко отвечает. Спасибо. Ну, главное, что получил. Я сегодня на собрании, вот в сегодняшний день собрание, я уже выстоял, вот посчитайте, я там ему много говорил. Я не могу объяснить, вот такое тяготение к нему у меня, как душа прилипла. Он для меня как бы не чужой. Я ежедневно, я о нем молюсь и неоднократно. Вот это тоже необъяснимое. Вот как я полюбил в детстве голубей, так и это. Да, он нападать будет, а это на меня не влияет. Я что-то имею, пока не открыто. Что встреча должна быть. Чтобы никто не мешал, не связан был временем. Там мы пойдем все, будем гулять вместе. И вот как будто бы меня тянет к нему пружина, которая еще не натянулась. Вот такое состояние. Притом легкое. Бывает за кого-то молиться, в день я опять не молюсь. Вот никак. Молитва не идет. Вот тут у нас Рустик был. Рустик. Не молитва прям, ну не идет прям с таким скрежетом. А за этого идет легко. Прямо как на крыльях лечу. Это тоже что-то означает. Я попросил сегодня всех молиться. Его не трогать никак. Даже если он сделает какой-то выпад, не надо трогать. Это будет лишний камень на дороге сближения. Вот я говорю, может быть это не суразно так, не складно. Но я свое чувство выражаю. Он как ребенок. Вот такое впечатление. Заброшенный, подзаборный какой-то там, грязный, вонючий. Но он ребенок, к которому моя душа прилипла. Так, ну что, где ваши вопросы-то, друзья? Давайте. А то тут к концу подходит. Игнат Тихонович, я такой вопрос... Трестеревянный, мира и три камушка вот с гроба Господня. Это священники, 150 священников полетели в Иерусалим. И наш батюшка. И вот он в конце службы нам подарочки сделал такие. Видно, да? Да. А какие подарки? Еще не видно. Не видно? А как вот сделать, чтобы видно было? Что там показываешь-то? Ну, я не вижу. А что это такое у тебя? Вот крестик. Вата какая-то. Вата это мира. А, ну молодец. Три камушка с гроба Господня сказал. Ну, все там, где-то храни дома, что сказать. А любит тебя, батюшка-то? Да он всем. Всем раздал. Слава Христу. Слава Христу, да. Игнат Тихонович, такой вопрос. А если два человека, будучи неверующими, некрещенными, женились, прошло время, развелись и, к примеру, один из них уверовал и крестил, может ли он жениться опять? Если она ничего с женой за это время не была, может, конечно. Если она, как, она тоже обратиться или нет? Нет. Ну, если вернулась... Нет, уже с ней связи нет. С ней связи никакой нет. И она согласится сливенчаться. Без венчания уже все, никак. Так она неверующая. Ну, маленько-то верующая. Церковь ее повенчает такую. Если она не была ничего и женой. Иначе будет им Иеремия 3 глава 1 стих препятствием. Они развелись, Игнат Тихонович. Развелись. За это время он обратился и теперь решили соединиться опять. Не решили соединиться, а решили второй брак заключить. Каждый. Нет, да. Не назад. Все. Они уже другу не знают. Когда-то это было. Они по городам разъехались. Все. Я подумал, что на них же опять вернусь. Они хотят новые семьи создать. Новые семьи создать хотят. Православные. Христианские. Ну, тогда, что впереди было, приходится назвать не браком, а блудом. А если он после этого обратился, у него иметь и педевита никакой не будет. И церковь ему все это уберет. И скажет, можно. Интересно, вот это хорошо описано. Я не знаю, кто из вас читал или нет. Избранное называется Яна Амоса Каменского. Ян Амос Каменский. Избранное там произведение. Книга продавалась большая, толстая. Мы ее всю закупали, где сколько не было. Там места писания в советское время. Это чешский просветитель. Он называется отец мировой педагогики. Он эти все вопросы разбирает. И там ярмарка суеты. И вот как люди знакомятся друг с другом. И как они на весах взвешивают, у кого больше соплей. И потом как разойдутся. Ох, оковы. Один умрет, оковы разрываются. И он опять тут же на базар идет и опять ищет себе спару. Ну, уже был, жил, ну зачем-то еще-то раз. Веры нету. Потому что это у артистов. Они многократно живут, блудят. Но люди-то простые-то этого не делали. Ну что, ничего нету? Все закончилось. Скажи, пусть Вячеслав помолится. Так, сейчас, секундочку. Сергей Игнатов пишет. Христос воскрес. Игнатий Тихонович сказал про беседы наедине в поле. И я с радостью вспоминаю такие беседы в поле и в Березовой роще в поселке Потеряевка. Я не знаю никого из великих миссионеров нашего времени столь доступных для непосредственного общения во Христе. Это что спрашивает Сергей Егорович? Это он всей душой к Богу прилип. Мы ходили с ним везде. Я поехал показать ему первый мостик где. А он по трассе бегом бежит. Он сильно бегает. И уже холодная вода была. И он здесь в воду сошел и поплыл на тот берег в камыши. Но, видимо, застыл. Там давай по берегу бегать, растирать, руками махать и обратно приплыл. Он как спортсмен настоящий. Он как-то слез и нас не оповестил. Ну и пошел в обратную сторону. Уже на разъезде под Степный ночевал. И ушел на урывку. И там где-то в складе ночевал-то. И пришел больше на рассудок блуждал где-то. И все это он нас рассказывает. Ну, он это искал, это и нашел. Мы везде с ним были. Там и Диан Датру ловили, он помогал мне. Куда не пойдешь, он рядышком. Уже он не один раз был. Как раз 30 сентября, кажется, погиб тут у нас юноша 15-летний-то. И в это время на кладбище ходили. Он и туда ходил. И Володя уехал, он у меня все готовил. Ну, он просто как член семьи. Мне охота было бы познакомиться с его Раисой, с женой. Что иногда он говорит, что не слушается. Ну и, может быть, она бы тут обмякла. Спаси Христос, Игнатий Тихонович. Но моя жена, это противовес. Чтобы не хвалился великим делом, так говорит. Она добавок дает тебе для спасения. Да, храни ее господь. А вас тем паче. Ну, вот так вот. Если кто думает нынче приехать, мы будем... Так я, Виталий, не ушел. Один вопрос. Тобой там, ну, довольны, где ты находишься-то? Ирма, Регис. Никаких претензий к тебе нету? Ну, Дара. Ну, и мы еще не попрощались. Так-то, в целом, по работе я спрашивал. Он говорит, да, доволен. Ну, смотри. Есть там небольшие такие трения, потом расскажу. Потом хорошие, чтобы мысли-то остались. Ты все время отблагодари... Ну, а как? Ну, да, да, Игнатий Тихонович. Не, а так-то, в целом, слава Богу, все. Ну, слава Богу. Там синовала-то нету. Он знает, про что говорю. Хорошо с вами быть тут, отдыхаешь. Ну, во всем надо просить Бога. Вот, вчера или когда, позавчера ко мне, вот, Семенов. Я попрутно спрашиваю, Вячеслав, а ты над буквой Й, почему Й не ставишь? Семенов или Семенов все-таки? У меня в паспорте Е стоит. И я везде уже Е ставлю поэтому. Но надо переправить, потому что ты не Семенов. Семенов это семья. А Семенов это Симеонов. Это имя. У меня, да, в военном билете Й стоит, а в этом Е. У отца Акима было Аким. А по правильной Ио Аким. Он долго выправлял, кое-как выправил. Потому что там берут, а та не то имя. Вот, вот, вот. А вот есть оперативный псевдоним, фильм такой. Там Александр дедюшка играл, он вообще удивительно. У него, его искали, Лапин. А он УП там купил чернила, подставил вниз палочку. И получалось Ларин. И звук УП. Ну все, давай, молитесь там. Сергей пусть тебе предложит. А где же Рома Фроликов? Не видать, не слыхать. Фроликов не видать. Что такое случилось? Что там? Благодатская Фроликова потеряла Рома. Где он есть? Фроликов. Она потеряла его, потому что он хороший. Вот она и потеряла, почувствовала. Какая сама, так их она и ищет. Помолись, где он там? А мы... А что про Виктора, что слышно с этого Виктора нашего, который поет все время после встречи? А вы сейчас сестра... Уже соскучились по его пению. Сестра его здесь, послушай. А потом сами прослушайте, как он хорошо поет. Но вам слова понравились этой песни? Понравились, конечно. Девять часов вечера по нашему времени встреча будет. У нас же есть, кто выходит на эту встречу. Наталья Усатая. И из Германии еще мама и дочь. Валентина и Екатерина Сортисон. И из Франции Крёсты и Алфея. Я вообще не понял. Пусть он выйдет по скайпу. Ну тоже занятия у нас. По скайпу занятия. Если он где ведет занятия? Да, 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 да. По скайпу, Игорь Тихонович. По Барнаульскому ведь, да? Да, по Барнаульскому в девять вечера. Видите, он рано не может. Большая разница в часах. И работает. Вот. Днем не может выходить вот на это время. Да. Она в девять только вот может. Да. Вот такие веригины. Работает на квартиру. Квартиру получили социальное жилье. Должен переехать. Вот, наверное, уже теперь переехали. А где жили квартиру эту? А жили у тещи пока. У тещи. Теща переезжает в сентябре на родину мужа, где муж похоронен. И братья там мужевые. Она туда переедет. А эта квартира была ведомственная, мужа от таможни. Поэтому они, Виктор и Иоанна, не могли в ней находиться без тещи-то. Вот. Ну, получили жилье. Недалеко там от этой же квартиры жилье получили. Социальное. Ой-ой-ой. Слава Богу за все. Ой. Какая мужа. Сватя приглашает меня в гости. Ну, я что-то не горю сильно ехать никуда. Ну, ладно. Давайте молиться. Отпустите меня. Предложи этому Вячеславу молиться. Отпустите меня. Светися. 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 Новый Иерусалим. Слава Бога Господне. На тебе воссия. Ликуй ныне. Веселись о сионе. Ты же чистая. Красуйся Богородица. О восстании Рождества Твоего. Вячеслав. Молись. Христос. Истинный Бог наш. Воскресший из мертвых. И даровавший нам жизнь вечную. Второе лицо Пресвятой Троицы. Благодарим Тебя за все, что Ты с нами сделал в этой жизни. И да и за само рождение наше в этот мир. Благодарим Тебя за всех людей, которых Ты нам послал. И радость общения, которую Ты нам даруешь. Ты истинный Бог наш. И слава Твоя. Отец, Сын и Святой Дух. Во веки. Аминь. 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 Спасибо Христос. Аминь. Спасибо Христос. Спасибо Христос. Спасибо Христос. Продолжение следует...